Всем привет, с вами Михаил. Существует множество различных споров о том, какой мостик лучше использовать в SLI. Одни говорят о том, что жёсткий двойной мост обеспечивает прирост FPS. Другие, что два гибких мостика ничем не хуже. Более того, в разных обзорах от разных авторов подтверждаются оба этих мнения. Так где же правда? Как водится, я решил проверить всё сам. И результаты этого вы видите на своих экранах. Тесты в общей сложности заняли более 8 часов, не говоря уже о монтаже и озвучке. Десятки прогонов как на жёстком двухслотовом мостике, так и на двух гибких. Но я не остановился и на этом. На своих экранах вы наблюдаете результаты тестов жёсткого двойного мостика против одного гибкого. Повторюсь, даже не двух, одного. Тесты проводились на топовом разогнанном до 4 и 3 ГГц десятиядерном монстре от Intel Core i7 6950X с 32 ГБ DDR4 памяти Corsair Vengeance LED с частотой 2666 МГц и двух топовых монстрах GTX 1080 Xtreme Gaming от Gigabyte. Ну и разумеется всё запускалось с SSD диска. То есть система и сам тест без изъянов и без узких мест. А значит результаты объективны. А то видел я уже тесты, где и прост не вытягивает, и видюхи не топовые, да и памяти маловато. Так что результаты их весьма сомнительны. Ну и разумеется всё тестировалось в 4К разрешении. Протестировал и в DirectX 12, и в DirectX 11. Создал на видеосистему максимально возможные нагрузки. Разумеется показывать всё не буду, просто потому что не хочется тратить ваше время. Так или иначе, поставим в вопросе точку. Я думаю, что результаты вы уже заметили сами. Разница в производительности между одним гибким мостиком, который идёт в комплекте с каждой слайерой и материнской платой. И жёстким мостиком нет никакой. Разница как в плюс, так и в минус не более десятых долей процента. То есть на уровне погрешности. И я уже вижу ликование любителей поразоплачать маркетологов. На их улице сегодня праздник. И знаете, в чём-то они правы. Ведь на коробках таких мостиков от любого из производителей, как правило, красуются надписи вроде 4К Рэдди. Или оптимизировано для лучшей производительности. Ну и так далее. Но факты налицо. Больше FPS от жёсткого двойного мостика вы не получите. Однако позвольте всё-таки вставить пару слов в защиту таких решений. Потому что без этого выводы будут слишком однобокими. Если отбросить маркетинговые фразы, намекающие на увеличение производительности, польза от жёсткого мостика всё-таки есть. В первую очередь, конечно, внешний вид. Согласитесь, люди, покупающие SLI из топовых видеокарт, как правило, хотят, чтобы их система стоимостью от 200 и до бесконечности тысяч рублей была не только мощной, но и красивой. Они уже переплатили за красоту столько, что стоимость такого мостика будет просто незаметной на фоне других трат. Даже не так. Они хотят, чтобы система была не просто красивой, а чтобы их топовый ПК имел законченный вид. Подсветка, хороший кабель-менеджмент, красивые дорогие комплектующие с бэкплейтами и кучами светодиодов. И нелепый провод с плохо пропечатанным логотипом. Согласитесь, чего-то не хватает. Вот здесь-то как раз красивый мостик, менее чем за 1% от стоимости этой системы, убирает последний изъян. С ним система выглядит законченной как по технической части, так и по эстетической. Ну и если так посмотреть, за светодиодики и множество другой маркетинговой мишуры обладатели таких систем уже переплатили. Чёрт, и всё-таки это красиво. Второй фактор прост. Жёсткий мостик фиксирует обе видеокарты и препятствует микровибрациям. А это надёжность, снижение шума и... да в общем-то всё. В конце концов, отдельно брать жёсткий мостик или довольствоваться комплектным гибким, каждый решает сам. Ну и ещё, на всякий случай, для тех, кто захочет написать, что у него нет слоев. Вообще мало у кого он есть, и этот ролик вообще бесполезен. Ребята, во-первых, вы уже кликнули на видео, досмотрели его до конца, значит вам всё-таки было интересно. Так что не будем кривить душой. Ну и кто знает, быть может завтра вы выиграете в лотерею, и эта инфа вам окажется полезной. В общем, желаю, чтобы так и было. А вы в свою очередь не забудьте отблагодарить автора за работу. Это чертовски скучные часы скучных тестов. Оцените видео, ну и комментарий можете написать. Спасибо. Да, кстати, если соберём хотя бы 3000 лайков, я проведу свои независимые тесты и расскажу вам, стоит ли вообще брать SLI. Зачем может понадобиться удлинённый мостик и чьим он может быть полезен. Ну и самое главное, какой прирост производительности SLI даёт в современных играх. Как всегда, всё честно и объективно. Так что не забудьте подписаться. С вами был Рейдж. Всем пока!